У вас много вопросов? Так. Это хорошо. Каждая вера имеет свои плюсы, и это хорошо. Понимаете, в православии считается, что человек живет одну жизнь, а потом или к Богу, или в ад. И это очень правильное мышление, очень правильное, потому что когда человек идет в ад, там очень долго время тянется, как будто вечность, понимаете? И поэтому православные говорят людям, навечно в ад и правильно, лучше так говорить, чем говорить. Да-да, помучаешься, потом вернешься. Лучше сразу человеку сказать, что навечно в ад, чтобы он уже ставку на эту жизнь делал, а не на следующую, понимаете? Человек должен эту жизнь так вот настроиться, чтобы в ад не попасть, понимаете? С этой точки зрения мне нравится такая философия. Теперь насчет астрологии. Большинство астрологов — мошенники, которые не понимают, что они делают. Потому что для того, чтобы освоить астрологию, для этого нужно не только видеть карту, а также видеть тонкий мир. Нужно обладать способностью чувствовать ход времени. Это очень высокий уровень развития Личности. Чаще всего человек просто карту поизучал и начинает всем жизнь предсказывать, толком не понимая даже, о чем он говорит. И он берет на себя такую ответственность, что говорит людям, вам не надо жить вместе, у вас есть несовместимость. Люди верят ему и расходятся, и разрушается их судьба в результате. Он не понимает, глупец, что есть понятие тхарма, которое стоит выше, чем понятие астрологии. Тхарма означает, что люди не должны разводиться ни при каких обстоятельствах. Хоть совместимы они, хоть нет. Потому что соединяет людей Бог. Если они разводятся, они разрушают волю Бога в своей жизни. И за это будут отвечать. Понимаете, поэтому, чтобы предотвратить эту опасность, в православии просто простой закон. Не слушайте этих людей, и все. Это очень хорошее правило, мне оно нравится. И когда вы перечислите все остальные правила, они тоже мне все нравятся. В каждой вере все очень разумно. Просто есть разные культуры духовные. В одних культурах людям надо больше во всем разобраться, поэтому им больше открывается. А в других культурах надо людей быстрее к Богу вести. Поэтому не обязательно им там сильно размышлять. А то есть вы говорите о монахах, которые нетленные мощи, да? Вы знаете, дело в том, что тело... Я сейчас объясню. Вы знаете, есть разные правила в древней культуре, разные правила захоронения. Эти правила предназначены для разных людей. Например, если человек жил простой жизнью, то ему лучше сжечь тело для того, чтобы быстрее с ним расстаться. Потому что пока человек связан с телом, он не может идти в следующую жизнь. Он будет торчать здесь и мучиться в тонком теле. Вот. Если человек жил не для себя, а для других, то его миссией жизни является служить другим людям. При этом он все равно попадает в духовную обитель. Но у него через тело остается связь с другими людьми. В этом году зимой я был в одном великом святом месте, которое называется Шри Рангом. В этом великом святом месте не все люди понимают, почему оно такое великое святое. Потому что там есть забальзамированное тело одного святого, который жил 800 лет назад. Этого святого зовут Раману Джачари. И у этого святого, у него до сих пор застригают раз в месяц ногти. У него растут ногти до сих пор на теле. Это подтверждение его жизни. Он вкладывает туда свою жизненную силу до сих пор. Пока в теле что-то растет, волосы, ногти, значит, душа еще не ушла. Она остается рядом. Он сказал, что я еще много сотен лет буду давать наставления, находясь в этом теле, тем людям, которые будут у меня их получать. И я специально приехал туда для того, чтобы почувствовать эту личность. Я покланялся ему, настроился на него, потом вышел из этого места, чтобы никому не мешать, и начал повторять молитву. И рядом со мной был Владимир Слепцов. Мы вместе как бы это делали. И очень быстро я почувствовал себя душой. Буквально через 10-15 минут то, что мне нужно там два часа убиваться, чтобы это ощущение было очень сильным и явным. Я чувствовал, как будто кто-то заставляет меня так себя чувствовать. Я как будто... Я начал чувствовать себя вечной маленькой частичкой, которая принадлежит Богу. Я начал чувствовать себя таким, думая о Роману Джачаре, кланясь ему. Это необыкновенное чувство. Потом Владимир Слепцов подходит ко мне и говорит, слушай, у меня как будто сердце кто-то бьет. Как будто вот туда вот меня, туда, туда. Я говорю, давай, давай, продолжай, брат. Ну, то есть он почувствовал то же самое, понимаете? То есть Роману Джачаре это великий святой. И он там находится в забальзамированном виде для того, чтобы освобождать таких грешников, как я, понимаете? То есть я приехал туда получить от него это знание. И он для этого там сидит. Он находится в духовном мире в своем сознании, но при этом связан с этим местом для того, чтобы давать людям духовное знание. Те же святые, которые там в Киевско-Печорской лавре лежат нетленными, они все делают то же самое. Это все наставники на этой планете, которые дают людям духовное знание. И те, кто кланяются им, их мощам, все они обретают их духовную силу. А зачем мучиться еще раз? Все, кто рождаются здесь, они все мучаются. Просто не все это понимают. Они могут и так давать нам знание. Зачем еще раз мучиться? Вы предлагаете им еще раз помучиться? Они рождаются, несомненно. И еще раз, и еще раз. Один великий святой увидел Бога, то есть Бог предстал перед ним. Его звали Васуде Вадата, этого святого. И Бог ему спросил, проси благословления. И он сказал Богу, я хочу, чтобы все люди в этом мире отдали мне все свои грехи. Я хочу, чтобы они все освободились со своих грехов и отправились в духовный мир. А я хочу за них гнить в аду, за каждого из них, и за каждого из них грехи. Я хочу гнить в аду. Пожалуйста, дай мне это благословение. Господь ему ответил, что все, кто сейчас живут на этом мире, они все будут освобождены по Твоей милости. Они все уйдут в свое время в духовный мир. А ты в ад не пойдешь. Я не хочу, чтобы так было. Понятно, кто такой святой? Готов в аду даже гнить ради других. Не то, что там рождаться снова на этой земле. У нас нет знания, кто такие святые. Мы не можем этого понять. Обращайтесь сразу. А? Без разницы? Есть большая разница. Разница заключается в том, что мы не можем обращаться к тому, кого мы не знаем. Это иллюзия думать о том, что ты можешь к Богу сразу обратиться. Потому что к Богу, к Личности Бога ведет Личность только. Человек может понять, кто такой Личность Бога, только через того, кто Его знает. В противном случае он будет мыкаться, он тоже может сам лично попасть к Богу, думая о Нем. Это факт. Но время займет больше. Потому что, когда человек соприкасается со святым, он узнает немедленно о том, кто такой Бог. А сам он блуждает об этом знании очень долго. Бесконечно долго. По этой причине создаются два типа, два представительства Бога в этом мире. Первое представительство – священное писание, которое описывает качество Бога и святых, и правильную жизнь. А второе представительство Бога – это святые люди. Два этих представительства дают возможность человеку очень быстро приблизиться к Богу. Но есть определенная категория людей, которые не хотят пользоваться ни священными писаниями, ни святыми людьми. Они хотят к Богу напрямую. И как вы думаете, в чем причина такого желания? Правильно. Молодец. Гордость. И поэтому в Бхагавдгите говорится, Господь говорит, «Не тот возвышенный святой, кто идет непосредственно ко мне, является моим слугой, и близок мне и дорог, а тот, кто идет за слугой моего слуги». Услышали? Как объединять молитву с медитацией? Вот смотрите. Молитва – это слова. Вы когда повторяете слова, то у вас сзади, в сердце, за словами, есть мысли. Так? Вот эти мысли – это и есть медитация. То есть вы повторяете, допустим, там молитву, молитву, а мысли какие? Ребенок голодный, на работу надо, сколько можно здесь сидеть? Легенадьевич говорит, надо дольше, я не могу уже. Вот. Это мысли. Это мысли, понимаете? Есть молитвы, есть слова, есть мысли. Вот. Когда человек находит в состоянии любви, то слова соединяются с мыслями. Допустим, можно повторять, «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ну, девушка, перестань перед девушкой, перед своей. Повторять, «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ты чувствуешь, нет? Она скажет, нет. Почему? Потому что слова не соединяются с мыслями. Но если он один раз подумает о первой встрече, вспомнит эмоцию, вот эту вот память, включит память во время этого, включит память, вспомнит о первой встрече и скажет, «Я люблю тебя!» «Я тебя люблю!» Понимаете, она сразу прослезится, скажет, «Я поняла». Вот теперь послушайте меня внимательно. Когда человек включает память, он вспоминает о святом человеке, он вспоминает о том, как съездил с Леной в это святое место, почувствовал его чистоту, вспоминает об этой чистоте этого места, начинает молиться с памятью о чистом месте, то тогда включаются эмоции о святом или о святом месте. Когда эта эмоция включается, в этот момент мысли все остальные пропадают. Потому что ум хочет только счастья и всё. Или хочет думать о том, что нет счастья. Дети не накормлены. Но как только человек получает более высокий вкус счастья, он вспоминает о святом месте, о чистоте, о том, как хорошо там нам было, в этот момент он забывает про все свои дела и заботы. Вот это состояние называется медитацией. А когда он повторяет звуки молитвы при этом, это называется его служением. Человек своим голосом служит святому и при этом своей памятью думает о нём. А как о нём думать, для этого надо иметь опыт. Поэтому я ему говорю, идите в святые места, соприкасайтесь со святыми, получайте опыт, о котором потом во время молитвы надо будет думать. Если вы его не будете иметь, ничего не получится. Получайте опыт, вспоминайте, включайте память. Память соединяет с объектом человек. И это называется медитацией. Что такое йога? Это связь памяти с объектом счастья. Духовного. Это называется йога. Йога — это связь памяти с объектом духовного счастья. Запомните это. Когда у человека память находится сзади, а спереди находится молитва, такой человек становится обладателем своей судьбы. Пора заканчивать. Записок много? Давайте записки. Хорошо. У нас есть объявления ещё какие-то? А, вот давайте, да. Вот здесь есть один молодой человек, удивительный. Этот молодой человек уже лет 15, наверное, в ведическом храме местном даёт лекции о том, как работать над собой, как заниматься духовной практикой. Я его знаю лет 20, наверное. Мы с ним вместе начинали заниматься духовной практикой. Просто он живёт в Риге, а я живу в России. Вот его зовут Илья Петенко. И будет он читать 9 апреля, мы его еле уговорили, он очень скромный, и он будет 9 апреля читать лекцию, как найти учителя. Приходите. Вам нужно общение с такими людьми. У него богатый опыт. Он молодой парень ещё, ну как лет ему 40, да? Вот. Но как бы он, у него богатый опыт духовной жизни. Он много-много лет занимается духовной практикой. Он много лет жил как монах, лет 20-15, наверное, и постоянно молился. Пожалуйста, приходите, получите общение. Куда приходить-то, Лен? Ну не написано, куда приходить. А? Как? Ну скажите громче, я всё равно не повторю. Радуга 2005. Набирайте в интернет, выходите на сайт Радуги 2005, уходите на сайт, узнаёте место, куда приходить. 11 апреля тренинг парней и девушки. Он же тоже ведёт. Будет про парней и девушек рассказывать. Вот. А 24, 21, 24 июня будет фестиваль. Ух ты. Что, Гадецкий приезжает? 24, 21, 20 июня будет один человек, это очень хороший человек, соратник мой, Олег Гадецкий, который, ну, со мной много лет уже как бы ездит по России, даёт людям медическое знание. Хороший человек очень. А второй, удивительная личность совершенно, потрясающая. Это в шестом поколении человек поёт для Бога. Он родился в святом месте, в Вриндаване, и он поёт для Бога, а до него пели его папа, дедушка, прадедушка, прапрадедушка, и вот так вот, понимаете? Когда этот человек начнёт петь, вы все просто замрёте. И это необыкновенный голос и необыкновенные силы, как бы, а я могу даже включить. Я тоже люблю, у меня жена обожает его слушать. Сейчас, у меня, по-моему, есть даже здесь его голос, удивительный, чистый голос. А, есть, да. Рекламная пауза. 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 красивый голос очень красивый он и красивый сам по себе как человек он такой знаете как полубог наверное такой весь сияет красивый очень человек такой светится чистотой приходите получите счастье 21 24 июня записки теперь зал расскажите пожалуйста почему опасно жить в гражданском браке и в чем лучше регистрированный брак что теперь делать если гражданский брак знаете а вы не беспокойтесь об этом гражданский у вас брак или зарегистрированы просто поймите принцип когда люди духовно развиты они хотят брать ответственность друг за друга и хотят объединяться тремя видами клятвы первый вид клятвы они клянутся друг другу что не бросят друг друга на этом первом виде клятвы находится гражданский брак люди живут вместе и клянутся говорят мы клянемся друг другу что мы не бросим друг другу дальше есть следующий вид брака это когда люди клянутся перед родственниками и в этом случае они регистрируют брак в государстве это тоже это более высокий вид брака и в этом случае когда они захотят разводиться родственники им будут говорить дураки что делаете живите вместе нормально же вы же расписаны то есть они поклялись через родственниками и родственники будут их спасать третий вид брака это когда люди клянутся перед богом это называется венчание и когда даже родственники спасти не могут тогда бог вмешивается и он пытается спасти этот брак но тоже не всегда получается потому что если человек уперт как баран ему хочется развести значит бог дает такую возможность даже если у него венчанный брак не имеет значение теперь у вас просто гражданский брак это не означает что-то плохое это означает просто уровень вашего развития вот если ребенок допустим маленький он плохой или хороший человек хороший или плохой хороший просто он маленький еще понимаете он просто маленький он не знает что можно по-другому поэтому люди когда они не развиваются духовно они имеют гражданский брак почему они имеют гражданский брак потому что у них нет понимания что надо как-то по-другому жить и они вот живут как понимают им искусственно расписываться тоже не поможет потому что они не знают зачем это надо и они живут просто гражданским браком почему люди не расписываются есть причина потому что когда люди не занимаются духовной практикой им очень трудно постичь сердца друг друга ему очень трудно понять сердца друг друга очень тяжело и если ты не понимаешь глубоко сердце человека как ты можешь ему доверять на всю жизнь как ты можешь с ним расписываться и жить вот так чтобы вот точно как бы расписано быть уже все вместе на всю жизнь для этого нас же человека чувствовать глубоко чтобы вот глубоко чувствовать нужно жить в молитве нужно заниматься духовной практикой раскрыть свое сердце понимаете поэтому люди они не вот не могут доверять друг другу полностью поэтому они живут гражданском браке. Это означает, что они оставляют за свое право развестись в какой-то момент. У них есть страх какой-то определенный. У них нет чувства, что Бог их соединил. Они не понимают это. Если уж говорить о механизме соединения человека с другим человеком, то попытайтесь это понять. Этот механизм включается Богом и держится Богом. Вот, допустим, вы можете все, хоть в гражданском браке, хоть не в гражданском, вы можете все понять этот механизм, как он работает. В какой момент вы можете этот механизм понять, когда хочется уйти от близкого человека? Вы пытаетесь уйти от близкого человека, уже решили, уже собрали чемоданы, идете, уходите, а уйти не можете. Что-то держат. И вы идете, идете, к маме уже уехали, а уйти не можете все равно, и потом возвращаетесь назад. Почему так происходит? Потому что Бог держит людей вместе. Какая-то сила же не дает уйти. Вот я хочу уйти, а не могу. Почему? Какая-то сила держит вместе. И это сила божественную природу. Это Бог держит вместе людей, понимаете? И Он же их соединяет. Я иногда на лекции спрашиваю, кто из вас нашел сам себе близкого человека? Несколько человек в зале поднимают. Я нашел себе близкого человека. Я говорю, иди теперь в Риге найди пять лад. Иди ищи, найди себе пять лад. Это гораздо проще, чем найти близкого человека, поверь мне. И Он говорит, нет, пять лад я не найду. А близкого человека я сам себе нашел. Да не ты сам себе нашел близкого человека, тебе Бог его подарил. Если Бог подарил, Он же и держит людей вместе. А когда люди расходятся, тогда Бог и наказывает их. И как Он это делает, я вам сейчас расскажу. Бог наказывает мужчину тем, что Он делает его сердце очень горячим, неспособным жить с одной женщиной. И поэтому такой мужчина, когда убегает от жены, он даже если живет с какой-то другой женщиной, его все равно тянет к третьей. Так наказан мужчина, который разрушает свою семью. А женщина, которая разрушает свою семью, ее сердце становится очень холодным. Она не может эту семейную энергию почувствовать. И даже если она с кем-то живет потом после этого, она может половое счастье от этого человека испытывать, но чувствовать его близким человеком не может. И так как она не чувствует близости, она в конце концов разочаровывается и расстается с ним. А чаще всего она даже найти себе никого не может. И просто мыкается от одного к другому, если она красивая. Если некрасивая, живет одна. Так Бог наказывает тех, кто разрушает свою семью. Но если человек искренне раскаивается и понимает всю тяжесть этого греха, тогда в этом случае он клянется Богу, больше разрушать семью не буду. И после этого Бог дает следующего. Но если человек не раскаялся и нашел себе другого человека, тогда, несомненно, у него будет кризис в семейной жизни. И поэтому раньше, чем это произошло, если вы бросили кого-то, раскаетесь. Лучше быстрее раскаетесь, чем потом испытаете эту вот беду, что ваша семья начнет неожиданно разрушаться. В этом мире все имеет свои законы, мы их знать эти законы не хотим. Мы живем и живем себе как можем. Для чего страдания-то в семейной жизни возникают? А чтобы лучше понять себя. Человек в этих страданиях оснает свою судьбу, осознает свои проблемы. Потому что если у тебя нет этой проблемы, близкий человек не может этот вид страдания у тебя вызвать. Одной? Какое-то время, да, лучше отдохнуть от всех. А потом захочется все равно жить с кем-то. Женщина же, она соткана из отношений глубоких. Ей нужны глубокие отношения, семья, заботы. Но когда она уже замучилась от неправильной жизни в семье, когда она в бездуховной семье жила, она так замучилась, думает, Господи, лучше одной. Она отдыхает какое-то время, потом начинает молиться Богу, находит себе другого человека, с которым уже правильные отношения пытается построить. Но какое-то время хорошо пожить одному. или вы спорить со мной будете? Не сегодня. Видите, вы зря со мной хотите спорить, потому что я вижу вашу судьбу и ваше сердце, а вы моё не видите. Я же вам сказал, что вам хорошо сейчас одной пожить. Ну и живите. Вы же не можете себя гарантировать, что вы всё время одна останетесь, правильно? не можете. А я знаю, когда у вас будет следующий. Вам не скажу. А то вы меня обменять будете в этом, скажете. Олег Геннадьевич меня сглазил, я поэтому вышла замуж. Ваш вопрос, да? Скажите, пожалуйста, да? Нет, не надо. Если в ближайшее окружение и родственники живут страсти, это означает, что вы наказаны с прошлой жизнью вот таким отношением. Ну, понимаете, вы, допустим, узнали о том, что есть благостная жизнь, но все ваши родственники живут страсти, это означает, что они олицетворяют все вашу судьбу, ваше прошлое. И вам надо Богу доказать ещё, что вы хотите к Нему. Как вы будете доказывать? Вы просто честно и смиренно рядом с ними живёте в благости. Ясно, что им это будет непонятно, они будут чувствовать себя немножко не в своей тарелке рядом с вами, но потом они постепенно увидят, что вы правы, а они неправы, и они начнут меняться со временем. Родственникам можно доказать что-то только своей жизнью и своей судьбой. Никак их трогать и мучить не надо. Если вы начнёте нажимать на родственников, от неё наоборот. Лучше их не трогайте и просто счастливо живите рядом с ними, и они просто по вашему примеру будут наполняться от вас знанием. У меня, допустим, дочка, я её никогда не принуждал к духовной жизни. Пришло время, в какой-то момент она заинтересовалась парнями, начала краситься и всё прочее, и забыла про молитвы, про всё прочее. Я не стал её трогать совсем. Я просто помогал ей жить так, как она живёт. Вот, и в какой-то момент она захотела съездить на фестиваль «Благость» ко мне. Я говорю, ну давай съездим, доченька, съездим на фестиваль «Благость». Она съездила на фестиваль «Благость», начала слушать мои лекции, любилась в мои лекции, начала слушать лекции, она ей так всё понравилась, она говорит, я хочу так жить. Её хватило месяца на четыре, наверное. А потом опять молодой человек, там туда-сюда, вот, и потом он её бросил. И она как бы говорит, «Папа, что делать?» Я говорю, заниматься духовной практикой и всё, она решила заниматься духовной практикой, серьёзно. Почему? Потому что приходит время, все занимаются духовной практикой, то рядом, даже самые близкие родственники. У меня собачка даже была, собачка, понимаете, она родилась, у неё, вот, у вайшнавов как бы знак вишну на лбу вот так ставится, такие две полосы и соединяются вместе. Вот. И эта собачка, она с самого рождения вот этот знак вишну имела вот здесь. Она родилась у нас, и как бы у ней вот этот белый такой знак вишну такой. Вот. И она, мы её щенком взяли, и она, ну, где-то такой уже подросший щенок, и она первое, что сделала, она как бы очень была благочестивая и преданная своим хозяевам. Она почувствовала нас своими хозяевами, поэтому она загрызла двух соседских гусей и принесла нам две эти головы гусей и бросила перед ногами вот так вот. Дакшину. Ну, только первые дни только у нас появилась, как бы, бросила нам пожертвования перед ногами. Мы её посадили на цепь в результате и начали кормить освященной пищей. Кормили где-то два месяца и смотрели, наблюдали за ней. Постепенно её сознание начало меняться. Она стала очень благостной, начала вилять хвостом перед теми, кто хорошую жизнь ведёт, а кто ведёт плохую, она рычала на них. Вот. Ну, то есть у ней появилось понимание вещей правильное. После этого мы заметили один знак, который заставил нас отвязать её с цепи. А было дело так. Было позднее, как бы, осень, холодно, и мы увидели, что кошка наша, которая боялась эту собаку всё время, потому что кошки с собаками всегда грызутся, она ходила в эту будку спать на собаке, потому что там теплее. И мы заметили, что собака ела освящённую пищу только после кошки. Сначала кошка кушала, а потом собака начинала есть. А потом начались другие собаки приходить, и она кормила освящённой пищей. А потом, когда весной мы отвязали эту собаку, и когда весной гуси начали ходить возле этого дома, то она лежала среди этих гусей, и они ходили по ней. Даже у собаки собзнание меняется, когда она ест освящённую пищу. Почему вы думаете, что если вы своих родственников будете кормить освящённой пищей, их сознание не поменяется? Не трогайте их, просто освящайте пищу, кормите, молитесь за них, и их жизнь поменяется. Нужно где-то года два на это и всё. Через два года всё поменяется в ваших макоружениях. Сто процентов. Давайте проведём статистику. Поднимите руку, кто два года уже занимается вот такой практикой, и родственники не поменялись, остались как были. Ну, смелее, не бойтесь, я вас не съем. Хорошо, поднимите руку, кто два года занимается этой практикой, и родственники начали меняться. Поднимите руку, вон, смотрите, сколько, видите? А как вот вашей молитвой? То есть, смотрите, есть два понятия освящения пищи. Первое, освящение пищи во время приготовления, вы молитесь, готовя пищу, молитесь, думаете о Боге. Это уже значит, что вы её осветили. Но если вы хотите ещё гарантии, тогда возьмите просто эту пищу, и перед ней помолитесь, поставив над ней изображение или Бога, или святого человека, или святого места. И мысленно кланясь этому святому месту, надо думать о том, чтобы эта пища была освящена. Всё, она будет освящена. И эта пища настолько сильно влияет на сознание, что жизнь человека меняется просто от того, что он ест эту пищу. Представляете, какая сила? Люди меняются. У меня отец, настолько у него было атеистическое сознание, что когда мать ему в больницу попал, он болел, мать ему начала готовить пищу освященную, и он её не ел. Она приносила, он говорит, я это есть не буду. Тогда она провела эксперимент. Она приносила ему половину освященной пищи, а половину неосвященной. Он всю неосвященную съедал, а освященную говорит, я есть, то есть не буду. Но мы его победили. приехала жена, напекла пирожки, ну а, ну как бы, понимаете, как бы, ну, отец всегда больше любит, ну как бы, жену сына, чем свою жену. она напекла ему пирожки освященные, и он их слопал. И после этого начал есть освященную пищу, чтобы все его пробило. А потом он раскаялся, что пил всю жизнь. Плакал, раскаивался. Говорил, я прожил жизнь неправильно. Пробивает любого человека, любого, кого угодно. Брат после ухода из жизни через 9 лет пришел ко мне и слился со мной в объятиях. Показал вселенское счастье, но на уровне чувств. Как это понять? Но это значит, он получил какую-то милость какую-то в жизни. Он ушел и освободился дальше наверх. Да, значит, наверх пошел. Он перешел моего ребенка. Я через 9 месяцев родила девочку. Это может быть, что это родился ваш бывший брат. Такое может быть. А может быть и нет. Это можно проверить. Если вы хотите, я могу посмотреть на фотографию вашего брата, который ушел из жизни 9 лет назад, и вашу дочку. Если тонкое тело совпадет, значит, это один и тот же человек. Я могу это понять. Вряд ли вы сами сможете понять. Напоследок я вам расскажу историю одного человека. Пора заканчивать лекцию, уже Лена говорит. Маленькая история, поучительная. Я приехал в Днепропетровск и читал два месяца лекцию по закону кармы. Я жил в частном доме у одного человека, который занимается духовной практикой. Он не сразу мне эту историю рассказал, но посмотрел на меня внимательно, подумал и открыл свое сердце. Он мне рассказал, что у него были родители, мать с отцом, которые жили ужасной жизнью, ругались постоянно друг с другом. Они очень сильно были привязаны к этому дому, и только о нем говорили и думали, постоянно жили для этого дома. Они один за другим ушли из жизни, и через три месяца после их ухода к дому прибилось два щенка. Один из них мужского пола, другой женского. Через некоторое время он взял их, эти щенки, потом почувствовал к ним любовь и заботу. Начал заботиться об этих щенках и обнаружил, что щенок женского пола похож на папу, а щенок мужского пола похож на маму. И эти щенки начали кушать то же самое, что родители любили, ту же самую пищу предпочитали. И они начали гавкать друг на друга, когда подросли. И постепенно их формы, лица и внешность стала копией походить на родителей. И у уже не оставалось никаких сомнений, что это родители родились в его доме в виде животных. И заканчивая этот семинар, я хочу вам сказать, пожалуйста, постройте свою жизнь так, чтобы не рождаться животными в доме своих детей. Хорошо? В этом заключает смысл человеческой жизни. Так все сели прямо, да, кстати, вы можете не верить в то, что я сказал. Верит человек или не верит, это вопрос его жизненного опыта. Разумные люди могут все изучать, начать все изучать и посмотреть, так это или нет, на примере своей жизни, изучая, вы сможете во всем разобраться. Давайте вспомним. Сегодня я тоже буду под звуки проводить. Вам вчера понравилось? С голосом святого человека понравилось? Сегодня я тоже буду включать музыку. Это будет православная музыка. Я не православный человек, но это не имеет значения. Если у нас одна цель, то мы будем любить и радоваться любым людям, которые занимаются духовной практикой в любой традиции. это хор братья Спаса Преображенского Валаамского монастыря. А само пение называется «Богородица Девы Радуйся». Оно мне очень нравится, потому что оно соответствует тому настроению, которое я все культивирую. Когда мы прославляем Бога и думаем о Его радости, а не своей, это самая возвышенная молитва, которая только может быть. Выше не бывает. Так мы настраиваемся на голос этих монахов, мысленно кланяемся святому человеку, о котором помним в сердце и повторяем «Я желаю всем счастья». Что значит настраиваться на голос? Это значит в этом же настроении повторять «Я желаю всем счастья», в этой эмоции, чтобы подложка была, не дети голодные и пора уже уходить с лекции, а внутри, чтобы было чувство такое же, как у этих монахов, с которым бы вы хотели связать свою жизнь. Я желаю всем счастья, 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 Я желаю всем я извиняюсь, у меня неправильно зациклено сейчас. секундочку секундочку Я желаю всем счастья, 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 Я желаю всем счастья, Я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Я живаю всем счастье. 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 Я живаю. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю. Я живаю всем счастье. 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 спасибо вам большое я желаю вам всем счастья, любви духовного знания всего самого лучшего и светлого в вашей судьбе я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время пусть Господь позаботится о вас спасибо вам большое, всего вам доброго я могу раздавать цветочки сейчас будем цветочки раздавать у меня что-то не получилось с музыкой зациклить простите меня мы от всего сердца хотим поблагодарить Олега Геннадьевича Тарсунова за действительно бесценный вклад в виде тех знаний, которые попадают прямо в сердце и поверьте, они действительно меняют судьбу здесь ну точно треть зала людей, которые знают, что это реальность я в том числе спасибо вам от всего сердца и спасибо вам, потому что действительно вот это состояние когда мы можем быть полезными оно действительно самое ценное и будем очень рады видеть вас на всевозможных наших занятиях программах, кулинарных курсах где учат как предлагать пищу мы очень настроены все-таки благодаря этим знаниям создавать вот такое счастливое общество спасибо я хочу также поблагодарить всех тех, кто много лет уже рядом находится я бесконечно счастлив видеть эти лица которые я вижу много лет тех людей, которые приходят на лекции они скорее приходят, наверное, просто из любви чем что-то от меня еще услышать и также я хочу вот сказать свою бесконечную любовь и благодарность вот одному человеку который вот здесь вот сидит за ширмочкой вот я когда первый раз в Ригу приехал читал лекции я запомнил одного человека в возрасте который очень внимательно-внимательно слушал мои лекции потом я этого же человека увидел в Иваново это такой подмосковный город где я приехал читать лекции он туда приехал я увидел, что он вообще из Риги я был в шоке он два месяца там жил слушал мои лекции извините, Донис, пожалуйста, выйдите можно вас чуть-чуть? чтобы на вас посмотреть этот человек был везде, где только я был везде он, по-моему, был на лекциях в Днепропетровске у меня он был на фестивале «Благость» был в Иваново я не знаю, мне такого он еще не был такие люди у вас бесконечно такие удивительные просто в Лиге вот и он все время записывает мои лекции на видео я вообще не достоин такого отношения на сто процентов буду сейчас отдавать вам все назад в виде цветов спасибо вам большое а вы не стесняйтесь, подходите что, хватит? можно мужчинам? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...